Доброе утро. Доброе утро. Утро доброе. Утро доброе. Утро доброе, говорит. На испанском так не говорят. На испанском только говорят доброе утро, а утро доброе не говорят. А у нас можно... О, просит, просит она. Просит. Детки все в школе. Да, все в школе, а мы вот балдеем тут. Проснулись, завтракаем. Яблочки сушеные. Я хочу сделать пастилу. Знаешь, как делать пастилу дома? Я хочу сделать пастилу в духовке. В духовке. 50-60 градусов, 5-6 часов. И все. Хочу попробовать. Мне захотелось пастилы. Ну что, мы позавтракали, теперь я села заработать. По мне пришла посылка, кстати. Давайте откроем. Я заказывала пальто. В общем, я сейчас хочу заказать несколько пальто, курточек лимних и посмотреть, что мне понравится, померить. Мне очень нравится вот такая расцветка. У меня уже такая куртка есть. Маргарита забрала себе мою куртку зимнюю. Я осталась без куртки. Вот такое вот пальто с подкладом. Ну, плотное. Тепленькое. С ремешком. Как халат. Прям как халат. Тут у нас две пуговки и ремешок. Какие маленькие. А, они зашитые, поэтому они зашитые. Здесь вот всегда посерединке зашивается. Так как оно новое, я уже подумала, ничего себе, какой кармашек маленький. Вообще мне нравится. Не знаю, смотрится оно как халат, как домашний халат. Вот такая вот у меня куртка. Видите, здесь крупный рисунок, а здесь миленький. Пока оставлю. Я жду еще одно пальто. Черное. Чисто черное. Потом сравню. Я могу заказывать на любую сумму. Я заказываю без оплаты. И в течение месяца я должна вернуть то, что мне не понравилось. То, что я оставляю, потом мне присылают счет через месяц. Поэтому у меня есть время, пока я подожду еще одно пальтишко. Посмотрю, какое мне больше понравится. Уже по-другому смотрится. А то если без обуви, то как халат домашний. Ну, в общем, ладно. Будем ждать черное пальто. Готовится у меня обед. Пис. Так, это у меня картошка с грудкой индейки. Кто-нибудь доест. И здесь перчик у меня остался. Еще один тоже кто-нибудь доест. Кто захочет. И все. Сейчас мы будем обедать. Пришлось перезалить видео. Некоторые моменты. Вот такой вот красный значок. Я даже не заметила, когда влог монтировала. В общем, я видео закрыла. Я сейчас заново все перезагружу. Я не знаю, что случилось. Программа дала сбой, скорее всего. Танцует. Сегодня к Зубному. Каролина и Макс поедут. Я люблю. Надо, надо. Почему больно? Нет, тебе проверят только. Зачем ты хвостик с ним? Почему тут больно? Очки? Тебе идет. Зачем ты воду наливаешь? Масло растает. Масло. Ксюша будет печь печенюшки. Вот с такой шоколадной крошкой. Так, рецепт. Рецептик оставлю в описании. Кто захочет, может сделать. Здесь написано шоколад. А у нас же вот шоколадный. Это же тоже шоколадный. Ну. Вот. Вот это нам не нужно. Нам нужно вот это. Вот как раз 100 грамм. Нам нужно 2 пакетика. 200 грамм. Сахар 200 грамм. Мука. Нужно 300 грамм. Масло у нас копится. Шоколад. Разрыхлитель. А, нет, да. Масло с сахаром уже нужно. Вот. Ванильный сахар. И разрыхлитель. Все. Больше ничего не надо. Очень легко и просто. Щепотка соли. Будем. Можешь сахар пока высыпать. И ванильный сахар тоже. Там ваниль. Вкусно. Не успеваем мы сделать печенье с Ксюшей. Я совсем забыла, что нам к зубному надо. С Максом, с Каролиной. Поэтому мы приедем, доделаем. Хорошо? Если хочешь, можешь сама сделать. Нет? Нет? Ну попробуй сама. Я все высыпала. Макс. Зубик будет болеть опять ночью. Вчера плакал. Пошли. Можно посмотреть, как ты вяжешь. Вспоминает вязание. Я попросила, чтобы она связала для Бонни кофточку. Зимнюю. Бабушка сидит, вспоминает, как вязать. Смотри. Она научилась вязать вот эту вязку, видишь? Она пошла покушала и забыла, как она вяжется. Пришла и начала вязать другую вязку. А как так забыть? Ну вот так. Ничего страшного. Ничего страшного. Бой Баклот. Тоже долго. С бабушкой не соскучишься. Да, Бунь? Бабуля свяжет тебе. Так, мы уже поехали. Я надеюсь, мы в пробку не попадем. А то у нас осталось... Кстати, часы не перевели. Сейчас 4.46. А нам нужно в 5.15 там быть. Солнышко садится. Закат красивый. Ну, успокоился? Нет? Не хочет зубки лечить. А вот так вот он вчера ночью плакал. О, лифт приехал. Подожди, подожди. Да, маленький такой. Поместимся? Какой маленький лифт. Мы еле как помещаемся тут. Знаешь, как маленький? А сколько тут человек вообще помещается? 4 человека как раз. Ну, вас за одного можно считать. Красивый вид с окна. На город, на озеро. Говорят. Так. О, да. Джее реки. Так. на стол надо купить какие-нибудь свечи елочка деревянная такие большие всегда хотела такую большую свечу сколько она стоит 1 99 недорого новогодние ух ты какой дед мороз крутой в магазине дают такие вот карточки не нужно заполнять в общем за каждые 20 франков тебе дают одну наклейку и вот сейчас я наклею как раз у меня будет 10 процентов на следующую покупку все вот получается одну заполнила вот одну заполнила еще одну продолжаю заполнять после следующей покупки нам дадут еще наклейки вот так 10 процентов хоть что-то что у нас тут креветки и суши а где креветки все как как макс ты чего я не успела в машину сесть пока мы с папой загружали продукты в пакеты в сумке он уже съел креветки я опять купила фондю я хочу попробовать тут немножко другой сыр виноград почему-то нарисован тоже не знаю что внутри виноград есть вот сейчас мы будем опять кушать фондю мы позавчера или поза позавчера кушали почему странно не вкусный хлеб другой хлеб нужен но не было это был последний другого хлеба не было он какой-то желтый да вкусный выглядит выглядит как м сладкий хлеб паутина а пошили кастрюльку там уже нет ничего остатки собирай со стенок маргу намотала на вилку ой упала туда закрывать приятных снов я еще мандаринку мандаринку зубы чистила почему ты в штанах спишь а почему нет так джоггеры ты не купила чтобы на улицу ходить давай спать все все каролина давай переодевайся каролина носит маргариты на кофту посмотрите маргарита раньше в ней ходила теперь она немножко большевата но она как платьишко тепленькая это что такое да что такое было сейчас это был волшебный пендаль это был волшебный пендаль это был волшебный пендаль будем книжку читать и спать сегодня у нас не получилось сделать печенье поэтому рецепт ждите завтра завтра обязательно сделаем я здесь все оставила подготовила так ну что буду я начинать делать ногти спрашивали меня про мои гели я не знаю что это за марка вот это вот если я не ошибаюсь вообще по моему через китай заказывала такой прозрачный гель его мало осталось вот это камуфляж я заказывала по моему тоже через китай вот этот здесь уже все стерлась розовый цвет такой ближе к натуральному и его по моему через германию я заказывала там же чуть-чуть осталось вот такой вот цвет вот кануфляж цвет я не знаю цвет еще не выбрала вообще мне бы немножко обновить мою коллекцию потому что мне уже цвета такие не нравятся коричневый это я тоже не помню по моему заказывала через китай когда только-только начинала делать ногти я сама училась я никакие курсы не проходила вот открывала видео в ютюбе и училась практиковалась на себе вот и начала заказывать сначала китайскую продукцию недорогую так вот они у меня еще остались в принципе качество хорошее ну что буду я начинать на правой руке самое сложное я левой рукой ничего не могу делать это очень неудобно тем более срезать кутикулу это вообще что-то меня натолкнуло сделать себе длинный ноготь в общем я конечно еще не сделала до конца форму правильную просто сделала длину с помощью формы и вообще не знаю попробую сегодня сделать хотя бы одну руку вторую конечно я не успею вот такие вот будут квадратные ногти для меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так что завтра буду монтировать влог утром и сейчас отдыхать А на сегодня все и увидимся в следующем влоге. Всем пока!